Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePlat. Сегодня у нас с вами урок по администрированию, и мы с вами научимся устанавливать Ubuntu сервер 16.04 на ваш виртуальный сервер. Почему именно такая версия? Объясню сразу, потому что у меня потом будет отдельный урок, как на этот сервер мы с вами установим сервер веб-конференции. Бесплатный сервер BigBlueButton. Очень классный сервер для веб-конференций. И, конечно, он имеет готовый файл для инсталляции как раз под эту версию сервера. Поэтому сегодня мы с вами и установим Ubuntu сервер 16.04. Итак, если вам нравятся такие уроки, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Давайте приступим. Первое, с чего мы с вами начнем, это, конечно же, с того, что мы с вами должны загрузить инсталляционный образ нашего сервера. Давайте переключимся на рабочий стол. Переключаемся. Смотрите, здесь у меня сразу уже открыт Ubuntu Downloads, сайт ubuntu.com.slash.downloads. Именно в этом разделе мы можем скачать с вами разные версии Ubuntu. Ubuntu Desktop, Ubuntu Server. Нас интересует Ubuntu Server. Нажимаем. Так, смотрите, здесь две версии 18.04 и 19.10. Но с правой стороны вот здесь написано, для других версий Ubuntu, включая торренты и сетевые инсталлеры или список вокальных зеркал или прошлых релизов, смотрите наши альтернативные загрузки. Вот этот пункт и выбираем, вот эту ссылочку. Кликаем. Так, именно здесь ищем. Network Installer нам не нужен. BitTorrent. Смотрите, версия Ubuntu 16.04. Ubuntu 16.04.6. Сервер 64-битный. Нажимаем. У нас с вами скачивается торрент файл. Ну, я думаю, что вы все знаете, как, используя торрент, скачать этот файл. Поэтому на этом останавливаться не будем и будем считать, что файл вы только что уже скачали. Теперь мы готовы перейти к тому, чтобы проинсталлировать наш сервер из этого образа, который скачался через торрент. Переключаемся на диспетчер HyperVim. Как установить диспетчер HyperVim, вы, конечно, тоже можете посмотреть на предыдущих наших уроках на этом канале. Так, первое, что мы с вами сделаем, конечно, давайте создадим новую виртуальную машину. Нажимаем кнопку создать, берем виртуальная машина. Так, берем далее. Имя машины пишем Ubuntu-server-16.04. Так как это у нас чистая новая машина, давайте назовем ее Clear, чтобы мы точно знали, что это чистая машина. Без всего. Берем далее. Выбираем поколение 1. Берем далее. Память. Давайте зададим 4 гигабайта. 4.096. Далее. Подключение. Берем сеть внешняя. Берем далее. Жесткий диск. Так как потом мы планируем использовать этот сервер для видеоконференций, то, конечно, этот сервер требует места. Давайте не 20 гигов зададим, а 40. Берем далее. Потом это место можем расширить, либо подключить отдельный диск. Берем установить операционную систему позднее. Почему? Потому что сейчас мы с вами добавим в эту виртуальную машину ядра. Берем далее и нажимаем готово. Создаваясь новая виртуальная машина, вот она, Ubuntu сервер 16.04 Clear. Нажимаем правой кнопкой и берем параметры. Теперь берем пункт процессор. И давайте поставим 6 ядер. Так. Память, смотрите, у нас динамическая. Причем максимальный объем ОЗУ он предлагает использовать вообще максимум. Давайте мы ограничим до 6.144. До 6 гигабайтов. Берем ОК. И теперь у нас с вами классная есть виртуальная машина. Конечно, мы с вами еще должны взять в параметрах. Вот сюда кликаем DVD дисковод и выбираем файл образа. Берем обзор. У меня файл образа загрузился в загрузке. Здесь я его и выбираю. Беру открыть. Беру ОК. Теперь я запускаю виртуальную машину. Правой кнопкой пуск. И правой кнопкой подключиться. Так, идет запуск. Выбираем English. Выбираем пункт Install Ubuntu Server. Так, язык. Язык, давайте выбираем тоже английский. Тоже United States. Detect Keyboard Wild. Берем нет. Тоже English. English. Ну, на сервере везде можно брать English. Так. Hostname Ubuntu Server. 16 пишем. Continue. Full Name для нового пользователя. Ну, давайте возьмем Ubuntu Admin. И юзернейм для аккаунта тоже Ubuntu Admin. Continue. Введем пароль. Так, зашифровать вашу домашнюю директорию. Берем нет. Время верно. Берем ОК. Использовать весь диск и настроить LVM. Нажимаем Enter. Нажимаем Enter. Все по умолчанию. Берем Write Yes. Переключаемся на Yes. Enter. Все. Диск записываем. Нажимаем Yes. Пошла инсталляция системы. Так. Он спрашивает про Proxy. Так как у меня Gateway как раз и является Proxy, поэтому нажимаю Enter. А если у вас имеется отличие в сетевой конфигурации, то вы должны указать адрес Proxy, для того, чтобы на сервере у вас был интернет. Так, выбираем Нет автоматических обновлений, иначе ваш сервер может обновиться до следующей версии. Так, что нам нужно? Обязательно берем OpenSSH сервер, для того, чтобы мы могли подключиться сюда через PuTi. Нажимаем Continue. Так, установка почти завершилась. Так, он спрашивает проинсталлировать в Master Boot Record Group Bootloader. Берем Yes. Смотрите, инсталляция завершена, и он говорит, что удалите CD-ROM или FOPI диск из загрузочной системы. Но так как у нас это автоматически произойдет, просто нажимаем Continue. При перезагрузке наш ISO образ уже отключится от нашего образа виртуальной машины. Так, Ubuntu запускается, и запускается наш сервер. Отлично. Наш Ubuntu сервер запустился. Давайте введем логин и пароль. Отлично. Версия 16.04, 64-битная, установлена. Теперь мы сможем с вами на следующем уроке уже продолжить инсталляцию сервера веб-конференции. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал YouTube, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...